здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень паразависимый человек и сегодня мы с вами говорим о парфюмерии которая пришла ко мне от моей парфюмерной подруги алены алены аллен парфюмерного блогера из львова за львова одного из самых красивых городов на земле в котором я не была но мечтаю с детства класса наверное 6 мечтаю туда попасть я знаю что однажды времена поменяются и мы возьмем вот мы возьмем с моей другой парфюмерной подругой юлей юли парфюмерной истории и поедем к алене обнимем ее и привезем с собой чемоданы с парфюмами и устроим пар в посиделке самые настоящие алена замечательный парфюмерный блогер алена замечательный человек друзья ссылка на ее канал будет и здесь и здесь и это часть посылки потому что посылка огромная там еще есть слепой затест я в процессе друзья но хочу рассказать о некоторых парфюмах которые пришли и которые конечно меня поразили я благодарна бесконечно за эти парфюмы алене я начну наверное с парфюма который который влюбил меня в себя еще довольно давно наверное когда еще был самый самый первый слепой затест когда это было сто лет назад и это лош лош кардамон кардамон кофе кардамон и это по моему было мое первое знакомство с лош до этого я даже мне кажется и не слышала и не знала что у лош есть парфюма лош марку я знала конечно когда я узнала что это лош я не могла поверить потому что этот парфюм был одним из самых лучших в огромном слепом затесте я здесь не узнала кофе я подумала что это супер супер шоколадные пачули вот мой нос это слышал именно так и сейчас честно говоря это не совсем кофе или не только кофе это скорее даже какой-то шоколад горячий шоколад со специями я была очарована и влюблена в этот парфюм я узнала что это снятость я стала разыскивать где-то где-то увидеть нигде нет и когда алена сказала что она мне пришли от парфюма говорим слезы на глазах выступили потому что я влюблена в этот запах я очарована я взносила я взносила миниатюру чего бывает очень тем что бывает очень редко и друзья мои это медитация это счастье давайте-ка два слова буквально я скажу об этом парфюме потому что потому что потому что выпущен в шестнадцатом году и неправильно знаете в шестнадцатом выпустить а в двадцать первом это уже не найдешь нигде никак и ни при каких обстоятельствах так дела не делают верните верните пряные восточные состав оливковое дерево кардамон кофе роза иуд вот на самом-то деле мне кажется красота спрятана под кофе но красота на самом деле вот в этом розово-удовом сочетании потому что сам бы кофе сам бы кардамон не давали этой мягкости не давали этого тепла влюблена очарована буду немножко экономить но подозреваю что это же все-таки натуральные у них компоненты власть поправьте мне если я не права и парфюм долго может не продержаться в общем жадные дедушки передают мне приветы что же второй парфюм удивительнейший нарцисса родрей гизут маск о котором я даже друзья не слышала и услышала впервые от алены в ее обзоре вот он такая вот замечательная миниатюра и друзья что здесь у нас это парфюм девятнадцатого года то есть относительно новый пирамида ладан мирт мускус перец черный иуд мне еще с этим парфюмом предстоит какая-то исследовательская работа то есть мне еще нужно разнашивать что я могу сейчас сказать вам это красивый унисекс для тех кто побаивается ладана да осторожно это наверное не для всех парфюм сказать что он звучит более мужским или более женским не могу вот ровно ровно где-то посередине все это проходит это парфюм очень стойкий это парфюм с тем самым красивым мускусом родригеса я могу вам сказать что это аромат медитация вот для меня сейчас это аромат медитация это аромат хюги вот если бы я сейчас делала видео по тегу ароматы хюги я бы сто процентов отнесла этот парфюм хюги аромат он не несет в себе каких-то идей связанных с религиозными какими-то зданиями с костелами с храмами и так далее ничего подобного наличие ладана не означает что мы каким-то образом обращаемся к какой-то религии нет но однозначно это парфюм не для динамичного какого-то стиля жизни либо не для ситуации которые требуют энергии какой-то динамики какого-то может быть показательного превосходства нет благородство немножко отстраненность возможно медитативность покой вот что-то такое красиво очень я человек который говорит я люблю ладан ну вроде как вот этот ладан не хочу и такой не хочу и такой не хочу этот ладан очень красивый хочется попробовать этот парфюм во-первых в жару я надеюсь что однажды жара наступит во вторых хочется посмотреть как он ведет себя в более такую прохладную погоду то есть как с ним удобнее где этому парфюм у кого комфортнее то есть как он сочетается с кожей но повторяю стойкий интересный и очень очень благородный на работу да для дела каких-то встреч микродоза вполне достаточно чтобы каким-то образом определить свой статус возможно возможно но в том числе чтобы придать себе настроение сосредоточенности покоя вот такой вот красивый красивый алена спасибо а дальше друзья а дальше вы думаете что сюрпризы закончились ничего подобного и это соколова я надеюсь я не кверху ногами показываю соколова украинская нишевая марка о которой я слушала очень много о которой я мечтала и конечно сейчас я буду открывать долго и конечно наверное не очень просто заполучить этот парфюм или парфюмы соколовой в россии но так или иначе давайте два слова скажу о марке ну да это украинский бренд семнадцатого года существует и мне кажется бренд который ворвался в парфсообщество семнадцатого года не так много времени прошло а парфюмы уже звучат везде молодой парфюмер или как правильно парфюмерка анна соколова который живет в киеве вот делает собственно эти парфюмы и начнем мы с шипра вот такая вот интересная миниатюра я подошла к этому шипру буквально как к слепому затесту я ничего не знала о нем я не читала пирамиды и я нанесла и поехала по делам и что я подумала об этом парфюме сначала я подумала что этот парфюм не самый веселый он скорее проявление олицетворения сосредоточенности может быть небольшой какой-то грусти отстраненности аромат благородный аромат вполне уместный для работы аромат как мне показалось унисекс аромат который способен немножко прочертить какие-то границы показать что ты персона недосягаемой не в том смысле что ты вот где-то там а просто ты человек самодостаточный вот какие-то такие у меня были настроения я потом решила все-таки прочитать хотя бы что-нибудь да чтобы было правильно и друзья я удивилась что написано на сайте об этом парфюме ароматные зеленые листья ягода черной смородины сплетены с разогретыми до солнца ветками можжевельника ну и многие там другие красивые слова на сайте можно это все посмотреть ноты нанечка подожди пожалуйста ноты верхние ноты кардамон мускатный орех альдегиды элими листья черной смородины какая такая черная смородина я не услышала в старте никакой смородины если бы я прочитала до того как нанесла на себя парфюм я возможно бы испугалась потому что в последнее время мне со смородиной не везет сердечные ноты ягоды черной смородины шалфей можжевельник ладан сомали базовые ноты ветивер пачули амбра мускус дубовый мох прочитала я эту пирамиду а время идет да время идет парфюм раскрывается парфюм раскрывается очень глубоко очень красиво но при этом вот уже прочитав ноты и имея некое представление о том что да это благородство это вот может быть там сосредоточенность серьезность какая-то я понимаю что я не в состоянии вычленить ноты ну да ладан я здесь угадываю но ладан здесь вообще не рулит и первые скрипки не играет и в общем я этот день провела с этим парфюмом я немного добавляла и каково же было мое удивление что ближе к базе я услышала смородину без лотков без сомнительных каких-то нот вот это вот чуть-чуть сладко кислая и чуть терпкая смородиновая нота которая должна была проявиться в старте которая должна была проявиться в сердце она у меня вышла в базе плохо ли это это прекрасно друзья прекрасный замечательный парфюм я думаю что идеальный для рабочих каких-то ситуаций либо опять же смотри пункт выше аромат хюки аромат медитации потому что и собственно он так на мне раскрывается вы скажете какая медитация со смородиной нормальная медитация со смородиной тем более смородина повторяю у меня появилась там уже ближе под занавес собственно фактически буду разнашивать дальше это первое впечатление и парфюм требует к себе внимания но с другой стороны он не привлекает внимание на себя что чем он мне понравился потому что есть ситуации когда ты не должен провозглашать о себе ты должен быть собой но при этом не трубить во все трубы какой-то прекрасный замечательный вот для этой ситуации да первый это ирис вуд ирис вуд кстати ирис вуд как бы это сказать ирисов я не то чтобы побаиваюсь но я каждый раз к ирису отношусь с настороженностью потому что мне кажется что ирисы несут в себе печаль мрачность какую-то излишнюю вот эту вот какую-то драматичность которой не всегда хочется и в последнее время те ирисы которые мне попадались они были все вот знаете одинаковы с лица плюс-минус но вот настроение не по нотам да а настроение какой-то месседж вот одно и то же одно и то же одно и то же я так немножко насторожилась и думаю я не хочу еще один ирис вот похожий на те ирисы которые я слышала и которым я сказала нет нанесла такая строгая думаю ну сейчас вот будем разбираться и так что здесь написано древесный ирис самый дорогой для меня аромат из коллекции пишет нам парфюмерка аромат эксперимент который родился в порыве обыгрывает редко встречающийся в парфюмере древесный компонент тую этот аромат шершавого кедрового спила уходящий в мягкий окутывающий сливочный ирис и ноты хвойные шишки туя кедр гималайский кедр виргинский розовое дерево ирис сандал ваниль и мускус и друзья я ловлю себя на мысли что я люблю как раз и я повторяю об этом я люблю в последнее время кедровый спил мне это страшно нравится я начинаю слышать очень отчетливо вот ту самую ноту и боже как это прекрасно я бы сказала что это аромат про ирис но ирис здесь не опять же не главный и здесь нет главного компонента настолько хорошо все сплетено настолько все благородно настолько все гармонично и за счет вот этих древесных нот нет печали нет тоски нет вот этого уныния как какого-то это очень атмосферно и мне кажется этот аромат дает возможность человеку самому нарисовать настроение если ты хочешь бодрости у тебя будет бодрость если ты хочешь меланхолии пожалуйста можно немножко допустить меланхолию в общем это очень хорошо и в базе мне очень понравилось то есть аромат не сладкий в базе появляется сладость и база очень очень мягкая замечательно неожиданно прекрасно у меня целых два две пробирочки друзья и совершенно совершенно крышесносный на мой нос парфюм это гиацинт сейчас мы найдем место вакантное гиацинт вот тут у меня округлились глаза друзья невероятная красота влажный весенний аромат розового гиацинта в обравлении замши и кожи не буду всю красоту читать сэкономлю время срезанные зеленые листья вот вот вы прямо рядом с этими зелеными листьями закройте глаза и вы будете уверены что это букет гиацинтов свежесрезанных розовый гиацинт лиловая сирень и сирень и сирень сирень появляется тогда когда ты про нее читаешь в первый раз когда я не читала пирамиду это был только гиацинт один гиацинт ну то есть не один а хапка белый насциз индол индольные цветы не пришли спасибо пачули да земля не знаю это наверное должен быть элемент фантазии мать сыра земля или гиацинты которые растут в земле не знаю без земли обошлись и тоже слава богу замша кожа я бы кожи здесь не назвала замшевость есть такая вот какая-то мягкость но мне кажется вот эту вот замшевость или запах кожи дают другие какие-то компоненты серая амбра и белый москус рекомендации попробуйте орошать облачком этот парфюм любит воздух также попробуйте нанести на одежду у меня такое маленькое количество что облачка не получится в общем очень 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 и я даже не знаю что мне больше понравилось одно второе или третье но гиацинт конечно затмел просто все и если вы меня спросите какой самый 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 аромат весны хотя весна уже ну вот уже скоро и закончится я скажу вам что это гиацинт соколовый вот так вот алена 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 спасибо спасибо когда ты видишь какие-то обзоры на какие-то марки ты конечно со переживаешь со радуешься фантазируешь себе додумываешь себе звучание парфюма но когда ты уже имеешь эту красоту когда ты можешь ее ощущать на своей коже когда ты можешь наслаждаться это конечно совсем другая история совсем другая история и как хорошо что есть парфюмерные друзья которые тебе дарят радость это не просто подарок это не просто парфюм это это возможность почувствовать какие-то теплые душевные связи это возможность почувствовать дружескую руку и дружескую поддержку и это способность радоваться чему-то общему да у нас вот потому что есть много общего у людей которые находятся в разных странах в разных городах и нас на самом-то деле объединяет не только парфюмерия нас объединяет много чего еще замечательного доброго сердечного теплого я друзья благодарю вас что вы были со мной что вы со мной в принципе что вы меня поддерживаете во всех моих делах не только парфюмерных друзья берегите себя пожалуйста и радуйтесь парфюмерии радуйтесь весне солнцу цветам и парфюмом конечно в том числе обнимаю вас всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания